Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка! Всем привет, в эфире канал Против Лома, оператор за пультом, я здесь, камера пишет. И этого достаточно для меня, чтобы начать сегодняшний мирового уровня, мирового масштаба контент. Дом ведьмы. Сразу перед началом этого ролика призываю вас подписаться на канал, написать комментарий, поставить лайк этому видео, распространить его среди всех ваших знакомых и в своих соцсетях. Приехали, сейчас время 11 часов, в дом ведьмы. Ранее на канале я снимал ролик, первую часть с этим домом, здесь жила, сейчас быстро вас веду в курс дела. Самая жесткая ведьма СССР. Крыша сломана в этом доме, потому что, когда ее хоронили, пришлось сломать крышу. Все переехали отсюда с 50-50-х годов, она здесь жила одна. И вот после того раза, когда год назад я отснял это видео про дом ведьмы, когда я здесь ночевал, значит, после того мне начали сниться страшные сны, мне начала эта ведьма сниться, какие-то шорохи постоянные, какие-то хождения постоянно. В общем, потерял я и сон, и аппетит, и не ем, и вообще не сплю, потому что вот после тех событий здесь происходила какая-то херня. Перейдите ранее на канале, посмотрите, дом ведьмы. Все посъехали, потому что жить не было возможно, и она здесь одна жила. Вот она меня зовет до сих пор в этот дом, сегодня я спал, и мне снится, как она четко дает мне понять, чтобы я сегодня сюда приехал. Но так как у нас с ней уже что-то большее, мы приехали сюда. В принципе, я думаю, для меня это безопасно. И сегодняшнем в этом ролике, досмотрите до конца, опять, возможно, мы снимем видеокадры настоящей ведьмы в этом доме. Поэтому подписывайтесь на канал, посмотрите ролики ранее на канале, и ждите следующие ролики, не менее интересные. А мы сейчас пойдем и снимем, что здесь произошло за год в этом доме. Вы говорите вот часто, что не ломают крышу, когда ведьму хоронят. Здесь полностью крышу убрали, понимаете? Все, погнали. Значит, лестницы нету. На второй этаж в этом подъезде не получится зайти. Видите, нет лестницы. Убрали лестницу. Но тогда, когда я здесь был, мы были, она была лестница. Что произошло сейчас, я не знаю. И крышу здесь полностью демонтировали. Зачем нужно было старый дом оставлять, а крышу полностью демонтировать? Как вы думаете? Потому что здесь ведьма была. Страшно, какие-то шорохи, какие-то пауки здоровые лазают. Просто. В принципе, тут ничего не поменялось с тех пор. Сейчас попробуем заснять ведьму. Очень стрёмно. Пиздец, как стрёмно. И вы говорите, что... Да, ты не смело снимаешь видосики. Да? А приехать ночью на биофабрику и заночевать, и в дом ведьмы приехать, заночевать. Это пиздец, как смело я вам хочу сказать. Так. Ну, здесь, в общем, всё понятно. Опа. Какой-то алкаш идёт. Блин, мне показалось, что там кто-то на улице был. Но никого не было. Такое ощущение, что как будто человек какой-то прошёл. Но это опять-таки же всё. Ух ты! Тут горело. Это вот на 100 фонарь светит. Смотрите, сейчас сделаю на 50. Вот на 50. Видите сразу как? Вот такой фонарь. Вот сейчас на 100 сделаю опять свет. Он не лучевой. Это плюс для съёмок. Так, здесь был пожар. Уже какие-то начинаются движения левые. Горел. Не говорим, где геолокация этого дома. Только потому, в целях безопасности вашей. Чтобы вы сюда не приехали. И не повторяли. Потому что это очень опасно. Мы-то профессионалы. Мы по таким заброшкам примерно лазим всю жизнь. 12 лет. А то и больше. Так, ага. Тут кто-то спальное место. Какое-то бомжовское, видимо. Какие-то джинсы. Какое-то кресло. Понятно. Блин, жалко, что на второй этаж не попасть. Это плохо. Она, по-моему, на втором вот этаже тот раз была ведьмой. Сейчас, ладно, с другого подъезда попробуем зайти. Там, возможно, будет лаз. Это нет, это не та комната. Такая охламиния. Такая охламиния. Это получается, как раз, два, три. Три комнаты хата и кухня. Вот она. Все, проводку выдрали. Все, выдрали. Какие-то бутылки с водой. Кто-то здесь что-то живет. Вот что хочу вам сказать. Так, все, погнали во второй подъезд. Там конкретно была ведьма. Сейчас попробую заснять ее. Не переключайтесь. В этой хате смотреть нечего здесь, в этом подъезде. И плюс лестницу убрали. Кто-то сломал лестницу. Наверное, топились зимой. Потому что год назад я здесь был. Топились зимой. Лестницу убрали, потому что на второй этаж не попасть. Наверное, зимой кто-то топил с этими порожками. Год же я здесь не был, в этом доме. Ведьмы. Своей любимой ведьмы. Которая ждет меня здесь постоянно. Сейчас пойдем во второй подъезд, посмотрим. Заснимем ее. Поздороваемся. Не переключайтесь. Стремный ужас. Снаружи сейчас показываю, как выглядит этот дом. Видите, крыши нет. Даже ночью можно... Сейчас уже время 12 часов. Сейчас мы тут лазим. Крыши, то есть, видите, вообще нет. Сняли ее полностью. Вот это второй подъезд. Когда ломали крышу в 50-е, когда эту ведьму хоронили. Заросли тут. Вот крыши нет. Она была двухскатная здесь. Сейчас будем заходить в этот падик. Здесь конкретно в тот раз я и заснял ведьму. Видите, как все разрушено. Двери были раньше тут. Вынесли. Вот она стоит по ходу дела. Но, скорее всего, здесь кто-то топится. Живет здесь зимой. Бомжи, скорее всего. Все, захожу. Заходим. То ли кошка, то ли еще кто-то выскользнул вот отсюда. Из-за этого окна. Страшно. Ни в коем случае не повторяйте. Это очень опасно. Нету лестницы. Все, второй этаж полностью заблокирован. Лестниц нету. Разобрали нахер. То ли бомжи, то ли еще кто-то. Весь второй этаж заблокированный. Так. Вон она. Это не было дыры этой. Да. Тут многое поменялось с тех пор. Тут даже икона. Вот она. Вон. Такая наклеена. Или маленькая деревянная. Очень странно это все. Так. Вот видите, лестница нет. Не попасть туда. Какая-то вода на двери. Крыша либо течет. Но пока как-то никаких тут движений нет. Да, на первом ролике я носился по этим лестницам. Здесь все завалено. Обвал произошел. Диван, кресло точнее. Сейчас пройду дальше чуть-чуть. В общем, пока все спокойно здесь. Йоп. Йоп. Смотрим. Видите, все. Второй этаж весь тоже. Разобран, разломан. Ну, туда не попасть. Видимо, было там. Но сейчас тишина. Я смотрю, здесь никаких движений нет. Поэтому, ну, вряд ли там кто-то сейчас есть. Похоже, дело, что ложный вызов был. Сегодня что-то как-то... Может, тут часа полтора-два. Ну, что, облазили. Слушаем. Тишина. Какие-то звуки. Охренеть. Страшно. Ну, вот. Видите, потолок разломан полностью. Так, ладно. Здесь кухонка. Ну, все. Этому дому уже долго не жить. Скоро его снесут. Так. На второй этаж нам не попасть. Никак. К сожалению. Сейчас, ладно, снаружи еще снимем. В общем, понятно, да? Сейчас снаружи поснимаем. Но здесь, именно в доме сегодня тишина. Вот там ведьма была. В тот раз я там ее видел. Вышли из дома. Вот, говорю, тут была крыша двухскатная. Сейчас ее нету. Все, тишина. Вот в том окне. В тот раз я ведьму снял. Но, видите, все порожки кто-то разобрал. То есть, просто подъезд и без лестницы. На второй этаж. Либо специально кто-то это сделал. Либо просто кто-то здесь бомжи, чтобы сжечь дрова. В этой заброшке. Не знаю. Пыльный дом, старый. Кто-то из этого окна шмыгнул. Наверное, кошка, скорее всего. Все заросло. Фонарь уже подсаживается. Ну что, будем прощаться. К сожалению, не удалось нам заснять сегодня ведьму. Мы просто не смогли даже попасть на второй этаж. Потому что лестница была разобрана и в том подъезде, и в этом подъезде. Не повторяйте, это опасно. Крышу, как мы видим, демонтировали. Еще с тех лет 50-х годов она где-то умерла. Она очень самая... Можете в интернете погуглить, где жила самая жесткая ведьма СССР. Это вот здесь находится. Это на Атшибе находится города. Приехали, к сожалению, не смогли заснять. На второй этаж не подняться. Но там даже никаких шорохов, ничего не было. Поэтому сегодня, ну, бесполезно что-то было услышать. Посмотрим потом при монтаже. Может, какие-то кадры и засняты были. Тогда выделим их отдельной строкой и покажем их. Вот такой был сегодня Дом Ведьмы 2. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии под этим роликом. Ставьте лайки этому видео. Распространите. Посмотрите предыдущие проекты. С вами был я. Оператор был за пультом. Камера писала. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok